До акции за инициативой проведения, какой выступило областное отделение Белорусского фонда «Миру», долучилися пионерская организация БРСМ и Союз ветеранов. Представники громадских объединений уразом отправились по черговому адресу, как замыцовать специальную табличку и подяковать ветеранам за перемогу. Я хочу вам сказать, что очень волнительно все это происходит, потому что эта акция – это повод для таких вот очень теплых, сердечных встреч. И, конечно же, ветераны благодарят, они очень рады, что о них не забывают, и что, несмотря на то, что юбилейный уже год 75-летия прошел, у них представители общественных организаций, в том числе фонда «Мира», сейчас стоят гости. А для нас это очень большая честь и ответственность. На этот раз костей с устрока у ветеран далекой отчинной войны Владимир Афанасьевич Шкабарын. По столетияму довелось совсем рано. Война увырвалась у их життё, коли ему было всего 13. В 1942 году расстреляли батьку, а еще праздник – мать. Коли же хлопцу вспомнилось 14, он пошел у партизаны. А в своем тяжком детстве сёне он рассказывает пионерам, таким же подлеткам, яким он был и сам у годы войны. Дарочу, в этот день для теплой встречи с ветераном была еще одна нагода. Владимир Афанасьевич сустрел свой 88-й день народжения. Организаторы акции повеньшовали его со святом, уручили подарунки и пожадали мощного здоровья. Люди не все же знают, старый-старый, а что участник войны не будет же. А сейчас люди подъезда будут видеть и знать, кто здесь живет. С благодарностью от своего имени и имени моей семьи, что о нас есть забота государства и нас не забывают. Эта встреча двух поколений стала стартом целого марафона мероприемства, промеркованных до дня юного героя-антифашиста. У каждой пионерской дружине в области пройдут сборы, на яких расскажут об юных героях войны. А кроме того, до конца тыдня свои места займут яшек или сотни табличек с надписям «Тут живет ветеран великой шины войны». Дякую за перемогу. Ганна Ковалева, Михаил Рабку, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин